Девушки отдыхают Итак, что происходит сейчас на рынке недвижимости Татарстана, как сделать правильный и оптимальный выбор при покупке жилья. Об этом сегодня говорим в программе «Жилищно-коммунальные советы» и наш гость в студии – исполнительный директор агентства недвижимости Диляра Мальчикова. Диляра, добрый вечер. Добрый вечер. И по традиции мы запускали опрос, давайте посмотрим на его результаты. Итак, мы спросили у наших телезрителей, «Как вы предпочитаете покупать жилье напрямую без посредников 47,8% с помощью риэлтора 52,2%?» Ну, в общем-то, как будто бы мнения разделились. Вот вы как эксперт. Конечно, соблазнов много, вариантов много. Вы что посоветуете? Как правильно, быстро и, может быть, безопасно все-таки выбрать квартиру? Самостоятельно или, может быть, обратиться к риэлтору? Ну, если мы возвращаемся к вопросу соблазна и разнообразия рынка недвижимости, то сейчас на рынке больше 50 жилых комплексов, которые представлены застройщиками. Соответственно, для того, чтобы во всем этом разобраться и найти именно то предложение, которое вам подойдет, вам как раз-таки и нужен риэлтор, который каждый день находится в этой потоке информации и под вашим запросом может подобрать именно выгодное для вас предложение. Не ограничиваться комплексами конкретного застройщика, то есть он будет смотреть именно по всему рынку. А покупать вы в любом случае будете у застройщика. То есть риэлтор для вас это только плюс, потому что вы покупаете по цене застройщика своим представителем. А на что нужно обратить внимание, если человек, например, все-таки решит не работать с риэлтором, а самостоятельно? Можете три пункта обозначить, на что нужно обратить внимание, если человек решил непосредственно застройщиком работать, например? Ну, тут первое, наверное, нужно понять свои потребности, что он хочет. Соответственно, дальше уже он должен посмотреть на рынок, какие предложения представлены от каких застройщиков, потому что застройщики есть новые, и, соответственно, когда он к риэлтору обращается, риэлтор может ему обеспечить надежность выбора. И, соответственно, нужно посмотреть опыт стройки этих застройщиков, как давно они на рынке, какое количество объектов они уже давали, вовремя для них сдавали, качество стройки, отзывы посмотреть. Ну, то есть посмотреть на такие параметры. Сейчас вернемся к разговору, послушаем телезрителей. У нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Да-да, добрый вечер, Юлия и уважаемая гостья. Это Лариса Гусинская. Меня слышно? Слушаем вас, да. Да. Я вас хочу спросить, наверное, всех жителей Татарстана, и не только Татарстана, вот такой живопрепешущий вопрос. Я просто волнуюсь. Сколько сейчас стоит за один квадратный метр, да, то есть сколько заплатить за один квадратный метр, вот так я вот официально спрашиваю, может быть, церемон такой, да, официальный. Сколько стоит жилье, я просто, извините, волнуюсь сегодня. Хорошо, спасибо. Для среднего класса. Спасибо за вопрос. Давайте не только для, так называемого, среднего класса, а в целом, сколько стоит жилье, например, там, какое-то бюджетное, коммерческое, новое и так далее, вторичка, так называемое. Ну, если мы рассмотрим предложение, то мы понимаем, что Казань же, она у нас очень разнообразная. Ну, в среднем есть какая-то цифра? Я вам просто пример могу привести. Допустим, есть квартира в Куйках, это считается пригород, да, где вы однокомнатную квартиру можете купить в районе 2 миллионов 300. Соответственно, есть варианты ближе уже к спальным районам, да, и там однокомнатная квартира размеров 40 квадратов будет стоить 4200, 4600 и, соответственно, выше. Если мы смотрим центр, то сейчас уже вот новые комплексы, которые у нас выходят в продажу, они могут быть от 8-9 миллионов, да, если мы рассмотрим однокомнатную квартиру. Они выскочили, да, в Казани за последнее время? Цены за последний год, вот с того момента, когда у нас произошла в 2020 году резкий скачок доллара и евро, да, и вся ситуация с пандемией, выросли за это время процентов 40-50. За год на 40-50% выросло жилье. Да. И, наверное, все-таки сориентироваться вот в этом пространстве ценовом поможет риэлтор, да? А вот сегодняшний риэлтор, он какими качествами должен обладать? Я бы его характеризовала первое, это умение вести переговоры, да. Все-таки риэлтор – это человек, который работает с людьми, человек, который должен слышать людей, понимать их запросы и, самое главное, направлять. Потому что очень часто приходят клиенты с неконкретным запросом, либо они просто не понимают свои возможности. То есть задача риэлтора как раз-таки умением задавать вопросы, привести клиента к правильному выбору. Второе – это все-таки человек ответственный, да? Это человек, который очень внимательно относится к деталям. Поскольку все-таки вопрос купли-продажи недвижимости для каждого человека очень ценен, да? Это наше жилье, это наши возможности. И, соответственно, мы, ну, как бы доверяем, готовы доверить. Это жизнь, это судьба буквально человека. Да, и очень важно именно доверить этот вопрос агентству, которое, да, ответственно относится, с хорошей репутацией. Ну и, соответственно, специалист, который также относится к своей работе и на первое место ставит именно потребности клиента. Ну и самое, наверное, в современном мире потребность в том, чтобы было все быстро, оперативно, быстро решалась задача, экономила время клиента, это, конечно, активность риэлтора. То есть это человек, который должен просчитывать на период действия, должен активно действовать для того, чтобы сделать так, чтобы клиент пришел к своей конечной цели как можно быстрее. Ну, юридически он должен быть подкован, наверное, с этой точки зрения. А юридически, ну, смотрите, когда вы обращаетесь в крупное агентство, это агентство, которое дорожит свою репутацию, во-первых. Во-вторых, оно дает большой сервис для клиента. Риэлтор – это человек, который ведет переговоры, человек, который знает рынок, эксперт в рынке. У риэлтора всегда есть поддержка юридическая, то есть это его усиливает в плане его навыков. И, соответственно, если рассматривать, допустим, наше агентство, то мы для клиентов даем сервис именно юристам в том числе, потому что в любом случае риэлтор обладает навыками и знаниями юридиспруденции, но узкоспециализированный специалист, который проводит ежедневные сделки с недвижимостью, сталкивается с различными ситуациями, он намного глубже владеет этим вопросом. Поэтому если мы рассматриваем с точки зрения безопасности, то лучше обращаться в крупное агентство, в котором есть такой широкий спектр услуг. Очень много проблем же, вопросов с этим долевым строительством, с этими недостроенными домами, недобропорядочными застройщиками. У риэлторов, наверное, или у агентств, тем более, есть какие-то черные списки, базы данных, наверное, с кем работать, с кем не работать. Есть такое? Ну, смотрите, мы сотрудничаем только с проверенными застройщиками, но и современное законодательство все-таки ведет к тому, чтобы обезопасить дольщиков. То есть закон, который был принят, он как раз-таки направлен на то, чтобы вот этих ситуаций больше не происходило. Соответственно, и агентство заинтересовано. То есть если мы работаем в долгосрочной перспективе, нам важно клиенту дать качественную услугу, а безопасность – это одна из составляющих качественной услуги. То есть мы не можем клиенту продать недобропорядочного застройщика или, допустим, того застройщика, который не работает по закону, допустим, не оформляет недвижимость по закону, так как это сейчас принято. А вот если мы говорим про работу с клиентами, сколько, например, допустим, у вас в агентстве или в среднем у риэлтора уходит на работу с клиентом? Ну тут… От первого знакомства вот это вот и до завершения, да? Смотря… Тут много факторов, смотря какой запрос. Предположим, если мы берем запрос купить квартиру, ну, предположим, новостройки, да, то если сегодня мы с вами определились то, что вы хотите купить, да, и я, соответственно, обладаю информацией, знаю, как добрать вам недвижимость, то вопрос можно закрыть прямо сегодня, сегодня же выйти на сделку. Тут еще фактор же есть – оплаты. То есть если, допустим, вы сможетесь в квартиру, а вам нужно продать свою недвижимость, то, соответственно, тут сроки увеличиваются. Если вы с наличкой пришли, то это да, там, один-три дня мы уже выходим на сделку. То есть за один день можно купить квартиру, да? Да, можно. Можно даже купить дистанционно, не приезжая в Казань. У нас тоже есть такая практика сделок. И сейчас очень участилась практика, да, что Казань очень интересна для иногородних, и как раз-таки запросы приходят, и люди не хотят опять-таки тратить время, да? Они, во-первых, в городе не разбираются, для этого им нужен специалист, который им поможет в этом. И, соответственно, экономия времени, приезжая в город, можно выбрать дистанционный объект, и дистанционно его оформить безопасно. А вот, знаете, есть дома, которые исторические культурные объекты, например, да? Это, наверное, какие-то специальные риэлторы нужны, которые этим занимаются. Вот я знаю, что в Питере, например, это отдельная группа людей. У нас в Казани, вот как... Я могу, например, купить дом в каком-то историческом здании? Помогут ли мне с этим? Как обстоят дела? Ну, то смотря какие объекты это имеет в виду. Ну, вообще, это возможно же, наверное. Ну, если это там жилое назначение... Да, да, конечно, я не хочу заселиться в условия. Главное, какой-то дворец, там, если какой-то особняк, который сейчас музей. Я вот, если, например, на Бауман, есть жилые дома, допустим, они охраняются. Ну, допустим, в Сталинке. Да, ну, если там есть продавцы, которые хотят продать свою недвижимость, да, потому что, как правило, это же частная собственность уже. Вот, а, соответственно... А то каким-то специальным надо риэлтором обращаться? Я думаю, что нет, потому что риэлтор... Ну, как бы, риэлтор квалифицируется понять ваш запрос и, соответственно, под ваш вопрос подобрать тот вариант, который вам интересен. Ну, то есть так как он каждый день находится на рынке, да, он обладает информацией, у него есть коллеги, большой опыт, ну, как бы, своей практики, соответственно, он может подобрать в любом направлении. Но я могу сказать, что риэлтор в своей деятельности, он все равно выбирает, да. Допустим, у нас есть риэлтор, который специализируется на коммерции. Там своя специфика, своя специфика клиентов и продавцов, и покупателей, определенные условия, да, при которых продаются эти объекты, потому что спрос на коммерцию не такой высокий, допустим, как на жилую недвижимость. Есть люди, риэлторы, которые специализируются на загородной недвижимости, да, то есть вот прямо им нравится этим заниматься, кто-то, допустим, сам живет в домах, и, соответственно, они уже, зная вот эту всю загородную жизнь, зная ежедневные, совершая эти ежедневные действия по подбору недвижимости, соответственно, специализируются в этом направлении. Есть кто работает с элитной недвижимостью. То есть есть кто работает со вторичным жильем, есть только кто с новостройками. У нас есть звонок, послушаем зрителей. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, меня интересует услуга, услуга риэлтора, то есть при продаже квартиры или при покупке квартиры. А какой у вас вопрос? А вот такой вопрос. Хорошо, спасибо. Вот стоит ли обращаться, да? Видимо, есть запрос у нашей телезрительницы, она хочет либо продать, либо купить квартиру. То есть она говорит, куда обращаться? Такой был вопрос, я так понимаю. Надо к риэлтору обращаться. Как я, что обращаться, да? Есть телефоны, наверное, есть в интернете. Если что, вы нам позвоните, мы вас потом сориентируем. Диляра, вот вы сказали о том, что сейчас квартиры активно покупаются в Казани. Я так понимаю, несмотря на этот рост цен, рынок недвижимости активно. Да, спрос. Ну вот по аналитике я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом, наше наблюдение, да, что количество сделок в городе увеличилось процентов на 70-80, ну, если сравнивать периоды, да, там, по-моему, июль с июлем, июнь с июнем прошлого года. Это несмотря на то, что такое рост цен, да? Ну, для этого же есть условия. Предположим, есть застройщики, у которых есть интересные субсидированные ставки. Допустим, для молодых семей, у кого есть дети после 18-го года, да, то есть ставка там составляет от 0,31%. Если мы там берем, допустим, 5 миллионов на 20 лет, там выплаты будет около 20 тысяч, переплата 200 тысяч. Ну, то есть это вообще, в сравнении с теми обычными ипотеками, которые есть, да, стандартными программами, это, ну, практически рассрочка. Вот, поэтому на рынке сейчас есть инструменты, позволяющие делать так, чтобы даже несмотря, что на цены выросли, люди имеют возможность эти квартиры покупать, потому что они на этом же рынке продают что-то, да, и улучшают свои жилищные условия, покупают на одном рынке, на одном ценовой, ну, как бы на ценовой категории. Ну, и, соответственно, есть еще и другие инструменты, которые позволяют улучшить жилье, там, да, купить что-то лучшее, но при этом воспользуются интересными предложениями от банка. Давайте посмотрим, подведем итоги, как у нас изменилось голосование, как вы предпочитаете покупать жилье. Напрямую, без посредников 55%, а, по-моему, было 47%, да? С помощью риэлтора 45%. Ну, в общем, спасибо вам, что вы сегодня пришли. Я так понимаю, что сегодня у нас была полезная программа, во всяком случае, для меня лично. И спасибо нашим телезрителям, что были с нами. Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!